Итак, доброе утро! На связи Австрия. Мы продолжаем по поводу вопроса изучения немецкого языка. Мы утро встречаем. Доброе утро, Австрия. Вот такая кружечка от телерадиокорпорации ОРФ. И вот такой картой. РАД, карта ВИД. На этой карте обозначены велодорожки, каким образом можно перемещаться по городу Вене. Это очень интересно и познавательно. Так вот, давайте я вам дам панораму. Это учебное заведение, где я учусь. Ну, вроде бы, жилой комплекс, да, жилые дома. Вот. Некоторые беженцы, граждане, которые приехали в Австрию, спрашивают, Айдар, расскажите, как учить и прочее. Я приведу простой пример. Смотрите, дети украинских беженцев, которые в Австрию приехали более 30 тысяч в настоящее время, по состоянию на 2023 год, на ноябре проживают в городе Вене. И дети, иной раз, которые посещают садики и учатся в школах или в институтах и университетах, говорят быстрее и грамотнее на немецком языке, нежели чем их родители. Знаете почему? Потому что дети не изучают грамматику немецкого языка. Они целый день находятся в немецкой среде, и эти детишки слушают. Особенно это важно для детей, которые еще не говорят, а только вот ясли пошли, да, или более-менее уже говорят на своем языке, но они вынуждены слушать только немецкую речь, и исключительно немецкую речь. Иного языка здесь нет. Вот. И причем они не путаются. Presence, да, Zukunft, Vergangenheit, For Vergangenheit. И в немецком языке не три времени, как в русском, настоящее, прошедшее, будущее, да, а в немецком времени семь времен. Представьте, да, очень много времен. И нужно еще правильно все это произносить. И возвращаясь к адаптации и говорению на немецкому детей. И дети, воспитательницы, то также не обучают, как грамотно и правильно говорить. Они слышат, да, и полностью повторяют, что говорят их сверстники. И поэтому нужно применять все методики, которые возможно применить. Пользуйтесь всеми учебниками, всеми плагами, компакт-дисками. И еще один такой очень хороший момент. Здесь в одном из приложений города Вены Имеется такая программа, корпорация ОРФ. Вот здесь видно, да? ОРФ написано. Они выпускают специальную телепрограмму и радиопрограмму. Einfach Deutsch называется эта программа. Они регулярно один раз рано утром в 8, в 9, второй повтор. И третий это дублирование в 18 и 20 часов. Это упрощенный немецкий. И там специально говорят очень медленно, чтобы иностранцы могли слышать грамотную и правильную встречку речи. Что я могу также пожелать? Регулярность должна изучение немецкого языка. Повторяйте, пишите. Главное, что вы должны еще писать. Не только газетку какую-то, там 5-10 минут пролистнули, да? Ой, ничего не понятно, ой, сложно, ой, ничего не могу написать. Вот и прочее. Поэтому дерзайте, никогда не отказывайтесь от поставленных целей. Учите немецкий язык. Это красивый, очень удобный и логичный язык. Тяхшу дюргер, большие пальцы кверху ставьте, лайки непременно ставьте. И я объясню почему, потому что чем больше вы ставите лайков, колокольчиков, тем больше это видео показывает по всему миру. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.